Привет, я Лунтик. Я снова с вами. А вдруг там страшилище? Вот, снеговик почти готов. Осталось голову слепить. Я сейчас, мигом. А-а-а! Лунтик, беги сюда, скорей! Смотри, что это? Следы какого-то зверя. А он огромный, этот зверь. Ой, а вдруг он опасный? Вот такой. Ай! Что это за страшилище? Никогда такого не видел. Мне кажется, он теперь живёт в нашем лесу. А-а-а! А может он не страшный, а большой и добрый? Может он первый раз в нашем лесу? Заблудимся, ему нужна помощь. Тогда его надо срочно спасти. Найдём его по следам. Наверное, страшилище тут лежало. Отдохнуло, не набралось сил? Но мы всё равно должны найти его и спросить, не нужна ли ему помощь. Да, идём дальше. Это голос страшилища? Мила, давай слетаем на разведку. Это просто качели скрипят. Можем идти дальше. А куда дальше страшилище пошло? Может, спряталось вон там? Привет! Мы пришли к тебе! Давай знакомимся! Наверное, страшилище там застряло. Ой, как много снега! Ай, ай, лапкам холодно! Ещё немного. Ура! Вы нас нашли! Ты? Вупсень? А где страшилище? Сейчас вылезет. Пупсень? Ой, откопали! Ух, спасибо! А мы думали, что спасаем страшилище. Но так тоже хорошо получилось. Так откуда же в наш лес прибежало это страшилище? Мы нашли в шкафу карнавальный костюм. И там были лапы с когтями. Ага, и мы решили всех разыграть. Наследить и тут, и там. Страшными лапами. Когда мы увидели эти следы, мы сразу подумали, что по лесу бродит неведомый зверь. Настоящее страшилище! Ага! Да-да! А потом мы решили построить пещеру страшного чудища. И построили! Но она превратилась в сугроб, и нас завалило снегом! Хорошо, что у страшилища были так тепло одеты лапы. Сегодня мы узнали, что прежде чем устроить розыгрыш, надо хорошенько подумать, не напугает ли твоя шутка друзей. Танцовщица Мила Направо, налево, ты словно королева, вокруг все смотрят только на тебя. А ты вся такая, идёшь слегка скучая, Почти не замечая, будто ты одна. Так вот откуда музыка! Разволни, фуни, 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 солнце в реке, скоро весна. Ага! Как красиво вы танцуете! Сегодня вечером у нас выступление. С милами. Хотим, но так танцевать мы не умеем. А мы вас научим. Итак, первое движение. И раз, и два, и три, и четыре. Попробуйте. Слышь, ты чего влез на моё место? А ты не маши тут лапами! Ребята, некогда ссориться. У меня не получается, слишком сложно. Да что вы! Это же очень легко! Вы просто делаете, как я. И раз, и два, и три, и четыре. Ты молодец, Мила. Давай под музыку. Направо, налево, ты словно королева. Мила, ты танцуешь великолепно. Правда? Да! Очень здорово! Ты идёшь слегка скучно. Скорее бы выступление. Хочу, чтобы все меня улыбили. О, можно же всех пригласить. Пуни, фуни, соня, солнце в реке, скоро весна. А как же репетиция? Мила! Кузя уже ускакал всех приглашать. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Какой красивый танец. А в нём будут другие движения, Мила? Не знаю. Наверняка ведь будут. Боюсь, ты зря улетела с репетиции. Но мне же нужно было всех пригласить. Кузя уже всех пригласил. Да? Я не знала. Так и есть! Новые движения! Да, Мила, повторяй за нами. Я думала, у меня сразу всё получится. У нас у всех не сразу получилось. Но мы старались и повторяли раз за разом. Ага, и научились. Мне вас теперь не догнать. Не вешай нос, повторяй за нами. Зрители собираются. Пора выходить. Мила, Луна, пойдём. Добро пожаловать на наше танцевальное представление. Ура! Здорово! Начинайте скорее! Давай с нами. Я не могу. Мила, не сдавайся. Направо, налево, ты словно королева. Покруг все смотрят только на тебя. А ты всё зряешь, идёшь легко скучаешь. Просто продолжай, и всё получится. Буду ты одна. На короне, в телефоне, на трофоне, в унисоне, солнце в реке, скоро весна. На ладони, на перроне, в силу, в коне, в фаэтоне, солнце в реке, рядом весна. Все хорошо. Я попробую ещё раз. На ладони, на перроне, в фаэтоне, в солнце в реке, рядом весна. Молодцы! Как здорово! Как здорово! Молодцы! Всё получилось! Молодцы! Сегодня мы узнали, что нужно хорошо потрудиться, чтобы в чём-то преуспеть. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Гонки на лодках Луна! Пора вставать! Скоро гонки на лодках! О-о-о! Уже утро! Луна, ты же вечером обещала, что пойдёшь спать, а вместо этого опять играла допоздна. У тебя теперь не хватит сил на гонки! Гонки – это весело! А чтобы веселиться, силы мне нужны! Стойте! Вы забыли позавтракать! Гонка начнётся здесь. Вы плывёте по большому кругу и финишируете. Обратите внимание, здесь река разделяется на два потока. Этот очень опасный. Там слишком быстрое течение. Не заплывайте туда. Ну, все по местам! А ну, посторонись, мы будем первые! А-а-а! Как бы не так! Это моя лодка! Я первый её увидел! Луна, не отставай! Луна, Смотрите, я первая! Этого ещё посмотрим! Луна, я тебя догоняю! И я! А-а-а! А-а-а! Я не устала! Я смогу! Я только немножечко отдохну. Луна, осторожно! А? Что происходит? А-а-а! Луна! А-а-а! На помощь! Хватайся! А-а-а! А-а-а! Ну вот, мы оба застряли. Как же мы теперь победим в гонке? Нам нужна помощь! Хватайтесь! Э-э-э! Тяните! Мы герои! Мы вас спасём! Ой! А-а-а! Хе-хе-хе! А-а-а! А-а-а! Где... Где это я? Луна! Твою лодку сейчас унесёт в опасный поток! Там ведь пороги! А-а-а! Луна! Ты чуть не попала в беду! Ты прав, Лунтик! Зря я дедушку не послушала! Надо было ложиться спать вовремя! Хорошо, что всё обошлось! Ребята, вы чего? Хватит болтать! Давайте соревноваться! Я всё ещё могу победить! Ура! 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 Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Вот это гонки! Все участники стали победителями! Сыграем ещё разок в домино перед сном! Сегодня не могу, деда! Надо поспать! А то завтра не будет сил! Сегодня мы узнали, что даже для игр нужны силы! Поэтому важно хорошо выспаться! А иначе любое занятие будет не в радость! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Настоящие герои! Доброе утро, дедушка! Доброе! А что это такое? Это огонь, Луна! Он очень горячий! Никогда его не трогай! Не бойся! Это маленький огонь! Фу-фу-фу! Его легко потушить! А что делать, если я увижу большой огонь? Большой огонь? Это уже пожар! Нужно звать пожарных! Они тушат пожар водой! И спасают от беды! Тех, кто поступает храбро и помогает другим, называют героями! Хотела бы я когда-нибудь встретить героя! Привет! 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 Пожар! Пожар! Помогите! Так, что бы сделали пожарные? О, точно! Они бы потушили пожар водой! Ой, пожарные уже всё потушили? Отлично, Полили! Даже на тебя вода попала! Ребята, это вы потушили пожар? Водой из ведёрка? А, мы просто ходили! Да вы же самые настоящие пожарные! Луна! Вы герои! Почему вы никогда не рассказывали? Да мы когда... Мне пора домой! На завтра утром я принесу вам большущую награду за ваше геройство! Награду? А хорошо, что ты не успел ей сказать, что мы просто ходили поливать огород! Ха-ха-ха! А вот винограда для героев! Ого! Спасибо, Луна! Быть героем так приятно! Ага! Пупсень, Пупсень, просыпайтесь! А? Что? Герои, горим! Что же делать? Беги к ручью и набери воды! Ага! Хе-хе-хе! Ну, Луна даёт! Ой, как тяжело! Пупсень, Пупсень! Помогите! А? Кажется, она упала в воду! А-а-а-а! Луна! Держись! А-а-а! Луна! Эй! А-а-а! 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 Держи! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а! Скорее! Тушить пожар! Луна! Я слышал, как ты кричала! Что случилось? Я упала в воду, а гусеницы меня спасли! А куда ты идёшь? Я помогаю гусеницам потушить пожар Стой! Только взрослые могут быть пожарными Луна, это не пожар Это из-за вечернего солнца кажется, что трава горит Не пожар? Нет Вы не пожарные? Эээ... Вы меня обманули! Прости, Луна, мы... Но раз вы не пожарные, значит вы и не герои Луна, гусеницы не пожарные, но они спасли тебя из ручья А значит, они настоящие герои Ого! Меня спасли настоящие герои! Сегодня мы узнали о том, кто такие герои И увидели, как сбылось желание Луны Она встретила не одного, а целых двух героев Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Когда у Шнюка душа поет Похоже, я не в голосе Что с тобой, Шнюк? Я так нервничаю из-за Луны, что петь не могу Она так и норовит затеять что-нибудь опасное То с высоты зонтиком сиганет Летать она, видите ли, хочет То расшалится и чуть в озеро не свалится А вчера на тарзанке каталась Никогда не знаешь, что придет ей в голову в следующий раз Тебе надо поговорить с ней Да, надеюсь, она послушает меня Дедушка, смотри, что я нашла Луна, нам надо поговорить Пожалуйста, не делай так больше Я... я петь не могу Так нервничаю из-за тебя, что даже голос потерял Прости, дедушка, как же нам вернуть тебе голос? А, может, голос вернется ко мне Если мы займемся чем-нибудь поспокойнее О, да, это ты хорошо придумала Будем смотреть фотографии А это кто? Это моя бабушка А это? Это... это я, маленький Ха-ха-ха, какой ты веселый Да, в молодости я только и делал, что увеселился Просто обожал маскарады, танцевал и пел Пел? Ах, дедушка, я кое-что придумала Ээ, Луна! Лунтик, Кузя! Мне нужна ваша помощь! Привет, Луна! Что случилось? Нужно, чтобы дедушка перестал беспокоиться и снова смог петь Не смотри, не смотри, смотри Здравствуйте, дядя Шнюк! Эээ, здравствуйте Мы хотим поиграть в пиратов Покажи нам, как ты играл в пиратов раньше Нет Дедушка, если хочешь, чтобы к тебе вернулся голос, ты должен веселиться Дядя Шнюк, узнайте какие-нибудь морские песни Ну, лодка, моя лодочка Кхе-кхе Лодка, лодочка плывет, волны рассекает Ветер песенку поет, шумит, не умолкает Кхе-кхе Кажется, мне уже лучше Лодка, лодочка плывет, волны рассекает Ветер песенку поет, шумит, не умолкает Хе-хе-хе У нас здесь! Мы тонем! Мы тонем в самогоде! Дядя Шнюк, что же делать? Знаю! Черпайте воду! Это было слишком опасно Больше никаких приключений Луна, я понял Дядя Шнюк беспокоится о тебе Он не хочет, чтобы с тобой что-то случилось Может, мы сумеем придумать что-нибудь? Дядя Шнюк, может, Луна будет спрашивать разрешение перед каждым приключением? Ладно, только чтобы приключения были не слишком опасные Луна, если дядя Шнюк говорит, что твоя игра опасная Придумай что-нибудь другое, не опасное Договорились? Хорошо! Ура! Спасибо! Ура! Ну что, споем? И раз, и два И раз, два, три Если спокойно все обсудить Можно найти такой выход Чтобы всем было хорошо А когда всем хорошо Душа поет Привет, я Лунтик Я снова с вами Притягательный Лунтик Ой, бабуля Это мне? Да, Лунтик По радио передавали, что ночью возможно сильное похолодание А теплое шерстяное одеяло тебя хорошо согреет Спасибо большое, бабуля Спокойной ночи Сладких снов, внучек Ой, что это? Подушка Хочешь подружиться? Ой Ой, похоже на то Фух Вот какие подушки, оказывается, упорные И совершенно не умеют знакомиться Ух phones Ай Ай Ух Ой 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 Ай 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 Доброе утро, Лунтик! Здравствуйте! Мой шарик! Ой, не плачь, пожалуйста, я сейчас! Какая красота! Так как ты говоришь, это называется? Полистер. Вот, послушайте. Ткань прочная, легко стирается, быстро высыхает и никогда не мнется. Да эти шляпки вечные. Но вот что с такими случится? Эх, я же батарейку забыл поменять. Ой, простите, дядя Корней, давайте я вам помогу. Спасибо, Лунтик. Лунтик, как это у тебя получилось? Даже не знаю, дядя Корней. Сегодня вообще загадочный день. Сначала подушка хотела со мной подружиться, потом шарики прилипли и шляпы гнались. Вот какой я сегодня притягательный. Ха-ха, Лунтик, так это у тебя из-за статического электричества. Какого электричества? Статического. Оно возникает при трении и может подолгу сохраняться и накапливаться во многих материалах. Например, в ткани, резине. И в шорстке? Верно, Лунтик, и в шорстке. А еще у статического электричества есть удивительные свойства. Притягивать к себе предметы или заряжать их. Так что у твоей притягательности есть вполне разумное объяснение. Лунтик извинился за недоразумение, рассказав друзьям об озорном статическом электричестве. Но и оно временами бывает очень даже полезным. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Полосатый и серебристый. А дуванчик лекарственный. Клевер луговой. Лунтик едкий. А это... Осока удлиненная. Бупсень, смотри, картиночки. Мила, это что, кулинарная книга? Это книга о ботанике. Науке, изучающей растения. Смотрите, это ромашка белая. А это колокольчик голубой. Фу! Фу, бяка какая. Пупсень, ромашку белую не пробуй. Какой горький колокольчик. Голубой. Да, голубой. Фу. Что вы делаете? Растения изучаем. Невежды. Мила, ботаник, мила, ботаник. Ой, какие красивые цветы. И какие необычные. Колотея полосатая. Колотея серебристая. Ого, я отыскала редкие растения. Ура, ура, ура. Пупсень, смотри, как мило радуется. Наверное, что-то вкусненькое нашла. Хе, сейчас попробуем. Ха-ха-ха. Ой, только не это. Нет, нельзя. А это что за цветочки? Это очень редкие растения. Называются Пупсень полосатый и Пупсень серебристый. А, Пупсень серебристый? Какая прелесть. А Пупсень полосатый этот, что ли? Этот, этот. Видишь, листики полосатые. Докажи. Ха-ха-ха. Вот, смотри, похож? А, и правда похож. Пупсень полосатый. Ну-ка, дай-ка я твоего Пупсеня на вкус попробую. А, своего серебристого пробуй. А это мой цветок. Он несъедобный. Мой еще больше несъедобный. Нет, мой. Так что, вы их есть не будете? Вот еще. Это же настоящий Пупсень полосатый. И Пупсень серебристый. Вот и хорошо. Стой, не подходи. Эти цветы есть нельзя. Потому что они ядовитые, да? Потому что они в нашу честь названы. Знакомьтесь, это Пупсень полосатый. А это Пупсень серебристый. Так мило в книге прочла. Ничего себе! Везет же вам! А у нас нет своего цветка. А как было бы здорово. Фу, жарко. Пупсень, смотри, они вянут. Караул, все пропало. Маши, маши, а я за Милой. Она ботаник, она поможет. Мила, Мила, на помощь. Пожалуйста, подождите. Не увядайте. Пупсень и Пупсень спасены. Спасибо, Мила. Какая хорошая наука, ботаника. Так, благодаря остроумной уловке Милы, Вупсень и Пупсень, сами того не ожидая, искренне полюбили ботанику, науку о растительном мире. Калатея полосатая? Калатея серебристая! Ну ты, Мила, и придумала. Пупсень полосатый и Пупсень серебристый. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Но иначе мы бы их съели. Да ладно, прощаем. Зато столько всего интересного о растениях узнали. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. И Кибана. Еще. Давай, давай. 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 Ай-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 А что такое? Вы своими играми устроили здесь настоящее побоище. И погубили очень редкие цветочные культуры. Хе, подумаешь. Придется вам все убрать. Иначе на поляну вас больше не пустим. И никаких игр пока не наведете порядок. Побоище, редкие культуры, заладили. Надоело. Подметай, а то на поляне больше не поиграем. Ой-ой-ой. Тоже мне напугали. Я себе новую поляну найду. Еще лучше этой. Но это же моя любимая поляна. Ну, значит, Митти и раз любимая. А я устал. Фу. А ничего получилось. Красивый букетик. Нужно только перевязать. О! Вупсень, пойдем, я тебе кое-что покажу. Вот, собрал, пока ты спал. Я назову ее «Весенний ураган». Нравится? Это я тебя сейчас, знаешь, как назову? Ты хоть понимаешь, что делал с мусором? Играл? Вот именно. Представляю, как нам влетит. А-а-а! Надо прятаться! Надо... Пупсень, Пупсень, Пупсень! Вы закончили? О, ничего себе. А это еще что такое? Это что? Гусеницы сделали. Вот это да! Вот мы допрыгались, доигрались. Вот ты и доубирался. Нас теперь точно на поляну не пустят. Пупсень, Пупсень, вас деда всюду ищет. Это вы сотворили. Хочет поговорить про эту вашу... Пупсень, Пупсень! Вот это да! Девочки, вот это они! Это они эту штуку сделали! Пупсень, подожди! Ребята, может, хватит убегать? С вами просто поговорить хотят! Честное слово. Пупсень, Пупсень, Пупсень! Вы где? Пупсень! Доволен? Мы теперь в розыске. Скоро наши фотографии везде будут красоваться. Пупсень, смотри! Вот она! Как думаешь, зачем они ее сюда принесли? Ой, не к добру, не к добру. Да, Пупсень, а ведь красивую вещь ты сделал. Ничего они не понимают. Пупсень, 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 Пупсень! Придется от нее избавиться. Утопим в пруду. Помогай! Стойте! Спасена! Ура! Ура! Погоняли вы нас, конечно. Так вы на нас не сердитесь? За что? Ведь эта штука такая... Потрясающая! Изящная! Грандиозная! Вспомнил! Икебана! О! Икебана – старинное искусство создания цветочных композиций. Оно пришло к нам с востока. Вот здорово! А вы можете и меня научить собирать эту кикебану? И нас просим! 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 Ну, можно завтра на поляне собраться? Потрясающе! Вот так гусеницы нашли новое увлечение, которое пришлось по душе и взрослым, и детям. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Телефон. Спасибо, ребята. Алло! Алло! Корней Корнеевич, ты дома? Дома. Здравствуй, сосед. Запаслись корешками? Или требуется помощь? Спасибо, сами справились. Друзья помогли. До связи. Что это? Это телефон. По нему можно, например, попросить о помощи. Ух ты! Давай тоже сделаем телефон. Когда проведем трубочки от нашего шалашка к дому бабы Капы, я смогу звать тебя прямо отсюда. Можно провести его и к дяде Шнюку. Тогда ему не придется подниматься к нам, чтобы отчетно попросить. Слушай, если телефон такая полезная штука, давай проведем его ко всем. Точно. Вкусный цветочек! Ты что? Это же телефон. Вдруг нам что-нибудь от кого-нибудь понадобится. Теперь у всех есть телефон. Нужно проверить, работает или нет. Я поскакал в шалашик, а ты сиди и жди, когда я с тобой заговорю. Ладно. Кузя! Чего кричишь? Кого надо? Кузю. Нет тут Кузи. А вот и есть. Лунтик, ты меня слышишь? Я в шалашике. Слышу. Здорово. Телефон работает. Конец связи. А вот и не конец. Слушайте все. Пчелёнок Данис пилит цветы. Жених и невеста. Делители теста. Делители теста. Клупые кушаницы. А милостопчелёнок жених и невеста. Жених и невеста. Делители теста. Жених и невеста. Прекратите немедленно. Как вам не стыдно? Не болтайте всякую ерунду. Лунтик, ты что, пирог ешь? Я ничего не ем. Это мы траву жуём. Слушайте, какая она хрустящая. Подождите, нельзя занимать телефон. Вдруг кому-то понадобится помощь. Какой кошмар. А давай споём им нашу любимую песню. Чтобы траву жевать. Та-дам-тада, чтобы... Фу, тишина. Вы не хотели глупые, чтобы траву жевать. Та-дам-тадам-тадам, чтобы бабочками ссать. Ой, жаба! Помогите! Спасите! Нужна помощь срочно! Алло! Алло! Вы меня слышите? Алло! Алло! Вы меня слышите? Получается, мы зря делали телефон Может, они уже перестали баловаться? Помогите! Спасите! Не перестали Они еще и издеваются Нужно забрать у них телефон Помогите! Ну, я им сейчас задам! Она его съест! Смотри! Похоже, там на самом деле что-то случилось Эй! Отпусти его! Не ешь его! Он хороший! Да! Лава, успокойся! Не нужно его есть Они больше не будут шуметь, правда же? Не будем! Нет, не будем! Вупсень, ты жив? Жив, жив! Не нужно было баловаться с телефоном Он сделан не для игры Тоже мне телефон! Мы зовем-зовем на помощь, а никто не приходит Потому что все заткнули трубки Не выдержали вашего крика Значит, нас никто не слышал? А вдруг нам еще потребуется помощь? Я думаю, все можно исправить Если вы не будете баловаться Не будем! Лунтик, ты меня слышишь? Слышу, бабуля! Пирог готов! Все приходите пить чай Ой, капочка Смотри Телефон Брызги обрушивались на капитана Но он продолжал стоять у руля Осторожно, пирожки Деда, а дальше? А, да Так закончилось его плавание Все, пора пить чай Вот бы и нам так плавать Кораблик Так, давай посмотрим, из чего можно сделать корабль Вот его основа Похоже на большое корыто У бабы Капы есть такое Так, мачту можно сделать из цветка А парус из лопуха О, это похоже на метлу А это на паутину дяди Шнюка Ха-ха Тогда за дело Ага Только надо взять тележку у дяди Корнея А то мы все это не унесем Спасибо, дядя Корней Субтитры сделал DimaTorzok Вроде все собрали Здорово Теперь можно отправляться в плаванье Плаванье? Лунтик Надо было сразу строить корабль у пруда Теперь придется его тащить Ветер все быстрее и быстрее Нес корабль по волнам Брызги обрушивались на капитана Но он продолжал стоять у руля Лунтик, стой! Мы забыли руль А может вот это подойдет? Нет, он должен быть большим И не пьющимся И твердым Ох, ребята, боюсь у меня такого нет Пойдем на улице поищем Ох, смотри, Кузя Вот что подойдет Здорово, что баба Капа дала нам баранок в дорогу А где же парус? Эээ, может его ветром сдуло? Ну ничего, новый найдем Хорошо, что эти лопухи везде растут Я все Я тоже Думаю, мы заслужили съесть по баранке Ох, а где они? Может, их тоже ветром сдуло? Пойдем посмотрим Вдруг они где-то недалеко Лунтик, подожди! Забудь про баранки Я думал, ты расстроишься Не, нам и без них будет весело А этот лопух не хуже баранок Так это вы съели баранки и парус? Это же наш корабль! Корабль? Да это же просто корыто! Да, оно у вас потонет! Откуда вы знаете? Да, мы его еще и не проверяли Корыто, оно и есть корыто! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А-а-а-а-а! Стойте! Ой! Куда вы? А-а-а-а-а! Спасите! Помогите! А-а-а-а-а-а! Замоните! Там впереди пруд! А-а-а-а-а-а! Покинуть корабль! А-а-а-а-а-а-а! Смотри, Кузя Наш кораблик плывет Точно, ура! Ветер нес корабль все быстрее и быстрее Смотри-ка, плывет Капитан продолжал стоять у руля и управлять своим кораблем Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Привет, Лунтик! Привет, Кузя! Ух ты! Если не ошибаюсь, где-то поблизости готовится пирог У бабушки с дедой сегодня праздник А что за праздник? Капочка, помнишь, как мы с тобой познакомились? Конечно, Шершуля Понятно А подарок приготовил? Подарок? Нет А как его готовить? Так и знал, что ты не в курсе Пойдем, я тебе объясню Подарок Первое правило Подарок должен быть Для праздника это самое важное А я думал, самое важное это пирог Подарок важнее И что же мы подарим? Правило второе Лучший подарок это тот, что сделан своими руками Руками? Смотри, Кузя, я вот как могу А я вот так умею Ой, а что это? Ну, не знаю А у тебя? Не знаю Смотри, бабочки Ой, здорово! А это дядя Шнюк Ух ты! Похоже на коробку с подарком Мы это подарим? Нет, нам надо сделать подарок не из рук, а руками А что мы сделаем? Зависит от того, что найдем Лунтик, пойдем! Это и есть подарок? Нет Это то, из чего мы его будем делать А что мы будем делать? Пока не знаю Правило третье Если хорошенько постараться Обязательно что-нибудь получится А хороший подарок получается Ага Привет, а что это вы тут сооружаете? Это подарок Бабули и дедули А почему в нем нет дырочек? А зачем в нем дырочки? Чтобы вода не скапливалась А? Ну вот, совсем другое дело Привет! А что это вы тут сооружаете? Подарок для бабули и дедули А! Ой, какой же это подарок! Смотрите, ни одного украшения Украшение Хм Подарок! По-моему, неплохо получилось А что это? Похоже на лейку Или дуршлаг Дуршлаг О! Хе-хе-хе Бубсень, смотри Это что за ерунда? Да! Что за ерунда? У бабы с дедой Сегодня праздник И мы сделали им подарок Своими руками Что? Ха-ха-ха! Вот это Подарок! Бубсень! Ты когда-нибудь видел, Чтоб дарили такую ерунду? Ой, хе-хе-хе Нет, не видел Это не ерунда, а подарок Вот и дарите Хе-хе-хе Посмотрим, как этому подарку обрадуются По-моему, украшения лишние А я бы дырки вообще не делала Ну, а дырок хоть польза есть Ну что же теперь делать? Дарить Должны же мы их поздравить Здравствуйте, ребята! Это нам? Ох, какой замечательный светильник! Светильник? Неужели вы его сами сделали? Эээ, да Своими руками Спасибо вам большое, ребята Заходите Сейчас чай будем пить Как здорово! Сколько дырочек А украшений-то сколько Что-то я не понял Чё это она так обрадовалась? Не знаю! Может ей нравится, когда всякую ерунду дарят Правило последнее и основное Главное в подарке Внимание Слушай, Пупсень, ты пирог хочешь? Хочу! Тогда давай подарим какую-нибудь ерунду Ага! Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем Мила Привет, я Лунтик А ты кто? А я милая, хорошая, божья коровка Мила Давай дружить, Мила Дружить? А ты умеешь? Я умею Смотри Здравствуй, друг Здравствуй Мне ещё никто такого не говорил Ой, отойди в стороночку Не видишь, что ли? Тут мои пирожки Тут кроме песка ничего нет Этого ображения у тебя нет А разве песок едят? Я не собиралась их есть Я играла А ты всё сломал Уходи Ты не умеешь играть Прости, пожалуйста Я принесу ей мячик Смотри, Мила Я умею играть Лаи Ой Ой, прости, пожалуйста Ты ничего не умеешь Уходи с моего песка Хорошо Я больше не буду трогать твой песок Здравствуйте, Корней Корнеевич Что это у вас? Здравствуй, Лунтик Да вот выношу лишнюю землю из норы Отличная землица Даже жалко выбрасывать Да? А вы не могли бы отдать её мне? Конечно Буду рад, если она тебе пригодится Спасибо, Корней Корнеевич Мила Теперь у меня есть своя земля Давай добавим её к твоему песку И налепим разных пирожков Да что же это такое? Ты уже в третий раз мне мешаешь Убирай это немедленно Я уже ушёл Не плачь Уходи, не хулиганы Это не мне Зачем вы ломаете мои пирожки? Эй, а Корней Корнеевич мне что-то подарил? А ну давай, тащи сюда Не-а, это моё А вам ни к чему Что? А? Так это что, обычная земля? Я предупреждал вас, что вам она ни к чему А тебе-то зачем? Думал слепить из неё что-нибудь необычное Ага, раз так, то мы закопаем эту землю Хе-хе Так что ты ничего слепить не сможешь Копаем Ага Пупсень, ты не помнишь, какую землю надо закапывать? Кажется, вот эту Или нет, вот эту Так, всё понятно На всякий случай закопаем обе Вперёд Хе-хе Как по-твоему, хороший пирожок получился? Очень хороший А ты не можешь научить меня играть в мяч? Конечно могу Так, Пупсень, встань туда Ага Значит, эту кучку кладём в эту ямку Ага Так, переходи Эту сюда Эту сюда Эту сюда А эту Куда будем девать эту? Не знаю Так, всё понятно Нам не хватает ещё одной ямы Давай, начинай Я уже устал Ха 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 Ничего страшного Я сейчас принесу Мы принесём Ах 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 Послушайте, Пупсень и Вупсень Ах Мне уже не нужна эта земля Да Нам не нужна эта земля Мы теперь играем в мяч Угу Ах 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 Как Ах 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 Продолжение следует...